Взгляд правильным ответом России на Чернобыль должен быть сериал «Хиросима». L. Правильным ответом России на Чернобыль должен быть сериал «Хиросима». 5 июня 2019 года. 16.6 фото, Чернобыль, HBO. Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно зашел русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, Чернобыль бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Американский телеканал HBO показал последний эпизод мини-сериала «Чернобыль». Журналисты, писатели, политологи делятся мыслями и впечатлениями от рейтингового телепродукта. Дмитрий Дробницкий, политолог, американист, это просто очень хороший продукт. По части картинки, мочасти, актерской игры, создания атмосферы HBO удалось снять настоящую катастрофу. Не голливудскую клюкву изобразить, а тотальную беду – смерть, которую все же неимоверной ценой удалось остановить. И вот эта атмосфера катастрофы, она сама по себе произведение искусства. Добавьте сюда обычных людей Легасова, Щербину, шахтеров, ученых, военных и пожарных. До невероятности обычных таких не может быть в фильме, и становится понятно, как разворачиваются реальные катастрофы. Здесь отдельную роль играют финальные кадры под церковный хор со святыми у покой. Понятно, почему мини-сериал вышел в топы. Давно ничего подобного в мире не снималось. Ну а критики у фильма, само собой, найдутся. Я и сам мог бы пару страниц замечаний написать. Но. Не хочется. Источник. Максим Каноненко, журналист, созданный бывшим шведским рэпером и американским сценаристом комедии «Очень страшное кино». Сериал удивительно точно воспроизводит советский быт и советские взаимоотношения. И даже актеры из совершенно разных стран мира в нем выглядят как герои типичной советской производственной драмы. И вот эта достоверность в бытовых деталях совершенно завораживает. Причем прежде всего тех, кто жил в СССР. И даже редкие ляпы вроде огромной картины Репина Иван Грозный и сын его Иван в торце Кремлевского коридора, ведущего в кабинет генерального секретаря Горбачева, не способны испортить общего впечатления. Впрочем, детальность сериала произвела впечатление не только на тех, кто жил в СССР. В зрительском рейтинге главного интернет-киносправочника IMDb сериал «Чернобыль» уже к четвертому эпизоду занял прочное первое место, опередив даже «Игру престолов», за которой мир следил 8 лет. То есть это на сегодняшний день, по мнению зрителей, лучший сериал в мире. Не обошлось, конечно, и без упреков. С нашей стороны в том, что все было не совсем так. А с их стороны в том, что в фильме нет темнокожих актеров. Но знаете ли, на «Пароходе Титаник» тоже все было не совсем так, как в фильме Джеймса Камерона. А на упрек в отсутствие темнокожих актеров я, честно говоря, не знаю, что и ответить. Источник. Екатерина Винокурова, журналист, если в других сериалах советские обычно предстают довольно жестокими, расчетливыми и идейными людьми, то тут все простые герои – это обычные самые бытовые гуманисты и альтруисты. Иногда обманчиво хрупкие, но с железным глубоко личным, а не партийным стержнем. И это не Мордор, вовсе нет. Что касается признания, что авария – это цепь серьезных ошибок, то не вижу в признании ошибок ничего позорного для страны, не вижу ничего страшного в том, чтобы, если виноват просишь прощения, совершена ошибка говоришь о ней. Потому что это высшая форма гордости и силы. Источник. Егор Холмогоров, публицист, финал у Чернобыля уже совершенно открыто пропагандонский. В чистом виде перестроечная пресса 1989 года с ее завываниями и кликушеством. Мы единственная нация, которая строит небезопасные реакторы, потому что они дешевле. Легасов в Чернобыле. Вот то, ради чего снимался этот фильм. А все остальное – дорогостоящая наживка. Правильным ответом России на Чернобыль должен быть, конечно, сериал Хиросима. Источник. Дмитрий Гололобов, адвокат. Хорошо, условно согласимся, что в Чернобыльской катастрофе виновата советская бюрократия, раздолбайство, все политбюро, лично Горбачев, работники ЧС, академики, склепавшие хреновый реактор, и много еще очень плохих вещей и событий, которые имели место в позднем СССР периода полураспаду. Но, простите мой французский, Фукусима то случилась на целое четверть века позже, уже после многократного анализа и международного обсуждения всего чернобыльского опыта, и не на какой-нибудь Украине, а в суперпередовой Японии, которая, вне всякого сомнения, должна была предвидеть и учесть и землетрясения, и цунами, и падение метеорита, и прилет инопланетян, и Армагеддон, и несварение желудка у сатаны. Одним словом, все реальные, полуфантастические и совсем фантастические сценарии, с учетом еще большой скученности населения на относительно небольшой территории, но не учла. Короче, в политбюро, конечно, сидели одни гниды, но технологические катастрофы были, есть и будут. Плата за прогресс, так сказать. Можно торговаться, но нельзя не платить. Источник. Андрей Колесников, журналист, Я проходил практику в «Московской правде» в 1988 году, в отделе науки, школ и вузов, и редактор отдела Виола Михайловна Елгикова говорила мне, «Ну съезди, посмотри, что у них там новенького, в Курчатовском». Ну я ехал. Один раз даже встретился с академиком Александровым, который был тогда директором. Мы с ним разговариваем, ему звонят, он слушает, кладет трубку и машинально говорит мне, Валера повесился. Я не понял, конечно, сразу, что речь идет о Легасове. А он, спохватившись, конечно, не уточнил. Я пробовал, конечно, понять, зачем Легасов это сделал. И чувство личной вины пригнуло его к земле, так что голову было не оторвать, и все такое. Но только ночью, посмотрев последнюю серию, я, кажется, окончательно понял и согласился. Легасов не то что повесился, его разорвало изнутри, как сам этот реактор. Источник. Шамиль Идиатулин, журналист, писатель. Вопрос, почему сериал «Чернобыль» снят вне в России? Стал общим местом. Тем не менее отвечаем. В России сняты два сериала «Чернобыль». В первом, отличном фантастическом «Чернобыль». Зона отчуждения, группа юных современников, получив возможность путешествовать во времени, пытается предотвратить катастрофу 1986 года. Первый сезон вышел в 2014 году, третий ожидается в октябре нынешнего, причем не по ТВ, а в кино несколькими версиями с альтернативными концовками. В прошлом году был снят и сериал «Чернобыль» с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой в главных ролях для НТВ, про офицера КГБ, который накануне катастрофы приезжает искать американского шпиона, якобы орудующего рядом с АЭС. Когда сериал покажут и покажут ли вообще, неизвестно. В общем, вопрос, как всегда, не совсем правильный. Источник. Субтитры создавал DimaTorzok